Всем здарова, ребята, с вами Букреев, и меня, наверное, нихрена не видно, потому что сегодня мы откроем просто немоверную гору посылок с сайта Алиэкспресс. Ребята, всё как вы любите нафиг! Такие видео снимать реально сложно, поэтому я прошу вас поддержать меня лайком. Так что, ребятки, ставьте лайк, это как бы входной билет для просмотра этого бесплатного видео, и поехали открывать посылки. Так, ребятки, первая посылка, я вот нашёл её, она бестрековая, да, совершенно, я не знаю, кто мне, зачем её прислал. Но вообще, основная масса, то есть все посылки, которые будут в этом видео, заказаны с помощью моего проекта «Бесплатный посредник Алиэкспресс Украина». Мы уже много лет помогаем с заказами людям, которые не умеют, не хотят, нет времени покупать на Алиэкспресс. И, короче, теперь связь намного проще, не обязательно ВКонтакте, можно написать менеджеру в Телеграм, Ватсап, короче, все ссылочки под видео, там отзывы сможете почитать. Если вы живёте в Украину, мы поможем вам заказать любой товар с Алиэкспресса, не нужно будет париться за споры, там, за всякую вот эту тему. И ещё ваш товар попадёт в видосик. Короче, это не бесплатный посредник, это просто какая-то рандомная посылка, может, прислал какой-то продавец, я не знаю, что внутри. Но чтобы её открыть, мне понадобится другая коробочка, ребята, ножи, пожалуйста. Недавно я пополнил свою коллекцию ножей, так что, если вы не видели новый видос с коллекцией ножей, в подсказках он будет здесь. И, короче, сейчас мы из этой коробки возьмём какой-нибудь ножичек. Здесь их просто дохренищие, реально просто капец. Я, кстати, хочу вот это, а я хочу вот этот, он ещё вот так открывается. Будем этим ножичком вскрывать посылки, погнали. На самом деле я люблю такие посылочки, где реально непонятно что, да, которые я не трекнул перед видео, потому что, ну, это вот, знаете, какой-то романтик. Что же там в посылке? Вот я испытываю то же, что испытываете вы, когда смотрите видео и не знаете, что там внутри. Так, ага, ага. Так, ребятки, хорошее, короче, начало. Смотрите, здесь целая коробка джойстика всевозможных разных для PUBG, для PUBG, да, для гейминга на смартфоне. Блин, такой странный продавец, он мне их прислал бесплатно, я сказал, чувак, я протестирую все эти джойстики. Я думаю, ребята, что это стоит сделать в отдельном видео, потому что их здесь много, и мы с вами выберем, типа, какой джойстик, да, для PUBG самый удобный, самый лучший. Поэтому подписывайтесь на канал, там, колокольчик нажимайте, и, ну, в скором времени сниму для вас такое видео, потому что, ну, у нас сейчас чуть-чуть о другом видосик. Так, ребята, раз, два, три, три зелёных посылки. Давайте открывать, смотреть, что внутри. Здесь без ножа, ребята, по 37 долларов стоимость каждой посылки. Без ножа, ребята, потому что можно повредить. Вау, полегче, ребят, что это за секс-игрушки, короче, здесь в комплекте. Слушайте, пахнет, пахнет как в натуре какое-то лесное животное. Ну, и выглядит тоже примерно так. Ну, аромат у него реально, аромат и ваниль, и сладковатый клубы китайского завода, короче, запах. Так, ну, это бонус от продавца, мы все очень рады. Это уже, кстати, бесплатный посредник. То есть, ребят, если сейчас что-то с товаром не так, мы все споры там, всё это ведём сами с нашим большим опытом. Вот, например, что я сразу чувствую, что-то не то с запахом. Ну, блин, реально, вот, ну, вот, вот, вот это, да, вот это, мне кажется, это сотрётся вообще моментально. Вот этот козжамчик, козжамчик, он реально, ну, не очень почему-то вот. У меня такое первопечатление. Плюс у него запашок тоже, ну, такой себе. Ребят, ну, а что вы хотели? 37 долларов. Это для такой куртейки немного. Если я такой буду носить, то на кого я, ребята, похож? Пишите в комментариях. Ну, линяет она жёстко, ребята, и проветривать, прежде чем носить, на балконе нужно будет, потому что вот, ну, Китай, Китай, реально. Ну, это так, на один сезончик поносить, наверное, она выдержит, мне кажется. Блин, ребята, ну, реально линяет хуже персика, реально. Хуже персика линяет. Так, и здесь у нас в посылке ещё одна такая же и ещё одна такая же шубейка, да, то есть по 37 баксов. Оу, здесь, ребята, здесь, ребята, другой пушнуть. Что это такое? Посмотрите в это, посмотрите в это лицо. Разве можно ему не доверять? Ну, разве можно ему не доверять? Что это такое, а? Ну, в целом вы поняли, да, то есть качество, реально, посредственно, я вам врать не буду, но ссылку я для вас оставлю под видео. Здесь просто в разных размерах XL, M и XXL. Возможно, даже кто-то в свой магат заказал для бизнеса. Следующая, ребята, тоже здоровенная посылка, 26 баксов кроссовки за 26 баксов. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Слушайте, я открываю сейчас эту посылку, и мне становится хорошо, потому что я знаю, что внутри есть китайский воздух. О, да, ребята, да, это лучше, чем коробка, поверьте, коробки, вот что бы я делал с коробками, нахер коробки. Берете вот такую упаковку, с ней ничего совершенно не будет, то есть китайцы будут ее пинать, кидать, и совершенно ничего не произойдет. Вот этот воздух, а потом, когда уже к вам пришли кроссовки, упаковка вам не нужна, это все можно занюхать. Ну, олды, олды тут, да, не знают, зачем я нюхаю китайский воздух. Так, ребята, бона. Сразу, когда я вижу эту бону, мне почему-то вспоминается такое из качела, доча.ком, но думаю, что многие ребята знают. У него бонофайт, не знаю, связано это или не связано как-то. Короче, ребят, 25 баксов. Я сейчас смотрю на этот кроссовок, я уже увидел недостатки, но прям сказать, что это огненная дичь на первое мое визуальное мнение, нет. Что здесь не очень, вот он клей, да, ну, в принципе, клей есть везде. Это не смертельно, но смотрите, ребят, в целом сам кроссовочек выглядит реально неплохо. Вот серьезно неплохо. И не воняет, носками не воняет китайскими, это хорошо. Интересно, вынимается ли стелька. Посмотрите, огромная толстая такая пенка стелька, она спокойненько вынимается, да, это клево, потому что стельки быстро стаптываются и можно будет заменить. Слушайте, ребят, ну, на первый взгляд, эти кроссовки реально стоят своих денег, потому что, ну, это, это не деньги вообще за кроссовки. То есть, опять же, если они там сезон полтора отслужат, это будет очень-очень-очень неплохо. Но визуально, мне кажется, что они отслужат и больше. Сделаны нормально, что-то прошитое, что-то проклеено, нигде сильной грязи нет, не запачканы. Нормальные кроссы за эти деньги. Так, следующая посылка 21 доллар. Выглядит вот таким вот образом. Здесь продавец, в принципе, никакой пупырки, ничего не положил. Впоследствии видно, что коробочка в процессе доставки помялась. То есть, она не идеальная, да? То есть, она не идеальная, но на подарок уже такой не подаришь. Ну, неприятно, продавец, ну, засунь ее в воздух. Такие тачки, я не знаю. Мне, кстати, очень много термометров постоянно из Китая заказывают. Но мне они как-то... Я не находил именно быстрых термометров. То, что мне нужно было, чтобы он был быстрый, чтобы он мерил быстренько для моих обзоров. Так, здесь, ребята, здесь, во-первых, есть с таймером. Во-первых, здесь есть магнит, да? То есть, можно там на холодильник, на духовку, еще куда-то. Он с таймером, там, естественно, Цельсии, Фаренгейты. Слушайте, он прям такой тяжеленький, работает от мини пальчиковой батарейки. И, естественно, здесь вот он щуп, пожалуйста, да? То есть, вставили и ждем, пока сготовится. Вот так он вблизи выглядит. Ребят, очень даже добротно. Очень даже добротно. По-моему, 21 это за всю посылку, то есть, по 11, по 10 долларов. Вот такие термометры. Неплохо. Из Китая у меня их заказывают часто. Так, ну и вторая упаковка, в принципе, здесь то же самое. Такой же термометр. Здесь, смотрите, разные животные нарисованы. Как их там, наверное, прожарить, будет советовать нам термометр. Следующая посылка 28 долларов, ребята. Это куртеечка. Тоже куртеечка. Вот давайте посмотрим. То был шубарик у нас подороже, да? А это куртеечка подешевле. Сейчас посмотрим, сравним, есть ли там тоже такие ароматы китайских заводов. Так, открываем. Так, это у нас чисто такое тканевое. Тканевая куртейка, тканевое пальтишко. Это даже пальтишко. Опа, не понял. Не понял. Это что, рушники мне не мама вышивала? Чешоцы. Так, короче, здесь не просто куртка. Здесь целый костюм, ребята. Юпочка. Извините, я юпочку мерить не буду, потому что я сейчас не в Шотландии нахожусь. Я уже переехал оттуда две недели назад. Я уже там юбку наносился. Неудобно. Вау, вау, вау. Тут прям все очень брендово. То есть здесь есть прям вот такие этикеточки, да. Здесь прям галочки проставлены. Ну, если честно, это не воняет. Совершенно не воняет. И выглядит очень даже неплохо. Супер каких-то ниток не торчит. То есть все норм. Ребят, все норм. Просто пальтишко, плечики, пожалуйста. Вот так эта темка выглядит. Реально, здесь получше качество, чем вот в тех шубарях. Там же мех у нас, понятно. Диких дикобразов. Диких дермантинов. Мех туда напичканный. Все норм, реально. Все целенькое, абсолютно никаких сторонних запахов. Все отлично. Меритесь по размерной сетке и только тогда покупайте. Потому что можно просраться с размером. Китайцы в размеры другие. Всегда смотрите размерную сетку именно в товаре, когда выбираете размер. Короче, сейчас реально сезон. Часто покупают обувь и одежду солишки, ребят. Так что 26 баксов. Следующая посылка. И здесь у нас обувь. Смотрите, сразу же минус этому продавцу. У него никакой пупырки нет. Никакой совершенно. Просто вот обувь. Ну действительно, китайцы могут кинуть пару раз посылку. Это не очень хорошо будет. Так, смотрим. Во-первых, я чувствую прямо... О, пошло. Слушайте, как будто я спустился в подвал, где малолетки нюхали клей. Да, вот в 90-х. Ну серьезно. Ну почему такой запах именно обувного клея мощный? Не знаю, ребят. Нужно будет проветривать пару дней. И так смотрю. Ой, как мило. Посмотрите. Добрый китайчик. Маленькими ручками положил мне ушки. Спасибо большое. Господи, будет мне резиночка. Волос у меня нет. И еще и скидку на 2 бакса дал. В целом здесь даже получше все проклеено. Хотя, вот что вот это такое, ребят? Что это такое? Вот смотрите, видно вам на камеру, да? Вот что вот это за пузырек? Почему он здесь? А в целом, посмотрите, да? То есть проклеено очень даже неплохо. Если вам нравится такое, если вам нужна такая модель, то в принципе можно обратить внимание. Но опять же, из-за упаковки, я думаю, вот какая-то мятинка. Ну это все мелочи, конечно, да? Вроде доехало все целым. Но опять же, старайтесь просить продавцов паковать в такую, именно в воздух, да? Не в коробку хотя бы, а вот в воздух. Потому что, ну серьезно, они лучше доезжают товары, когда идут в воздухе. 7 долларов 43 цента, ребята. И здесь у меня почему-то посылка подписана как аниме, ребята. Это анимешная посылка. Короче, вот такой няшный, няшный блокнотик анимешный, пожалуйста. А, такая девчонка, именно япошка. Извините, японка, извиняюсь, конечно, потому что японцы это люди такие опасные. Лучше с ними не шутить. А из Китая, из Китая японская какая-то девчонка приехала. А может быть она китайская, ребята? Посмотрите на ее выражение, ее лица, глаз и на ее волосы. И напишите в комментариях, китайская, аначе японская. Хотя понять не могу, непонятно как-то. 43 доллара. Огромная посылка, ребята. И материал вот это, это не целлофанка. А именно как бабульки с турбами такими ходят на рынок, да? То есть именно, не знаю, как эта плетеночка называется, но крепкий материал. Ну вы поняли, да? Как вот эти большие клетчатые сумки с вокзала. О, как оно летит хорошо. О, пошло дело. А в посылке еще одна посылка. Не, ну хорошо, пусть лучше будет так. Пусть лучше будет так, потому что реально меньше шансов того, что что-то произойдет с товаром. Ни хрена себе. Вы что, ребята? Лав Про с 400 АВ. Рюкзак для цифровой камеры. Ребят, здесь даже на русском написано, этикетка. То есть это уже ориентировано на наш рынок с вами. Вообще, такая вещь полезна любому фотографу. Посмотрите, нормальный такой здоровенный рюкзачок. И реально здесь есть на русском, да? То есть здесь есть на русском инструкция, отсеки, контурный пленочный ремень, поясной ремень. То есть вся информация на русском и по размерам там. Ну короче, это клево. Это клево, что есть вкладыш на русском. Так, в общем, материал такой, ребят, хорошенький, плотный. Думаю, что он скрыт дополнительно чем-то. Дождик не будет проникать. Первое время точно, если небольшой дождик. Во-первых, по бокам есть такие карманы. Сюда типа мини штативы можно всякие положить, да? Которые складываются. Кстати, ни хрена себе. Слушайте, это фоторюкзак с поясной фиксацией, да? Прикиньте, сюда что, сколько здесь можно напихать всего, чтобы потребовалась еще поясная фиксация. То есть плечи у вас не будут отваливаться. Ребята, я еле нашел, где открывается основной отдел. И это хорошо. Потому что все под спиной, все закрыто. То есть все самое ценное у вас вряд ли. Воу. Воу, ребят. Короче, если у тебя миллион всяких объективов, приблуд и так далее, ты это все сможешь затарить сюда. То есть здесь до хрена пространство, все перегородки мягкие. И плюс, они как бы на липучках, да? То есть вы, получается, можете отлепить, да? И сделать, какие вам нужно, получается. То есть это все делается под ваш размер. Под то, что вам нужно. Все снимается. Это большой плюс. Здесь маленькие кармашки для флешек предусмотрены. Сюда, не знаю, можно какой-то пауэрбанк или еще что-то. Короче, ребят. Ну это очень серьезная вещь. Здесь еще куча карманов. Все на липучках, все на карабинах. За эти бабки очень неплохо. Вот серьезно говорю. Это реально неплохой рюкзак для оператора. Если вам нужно, смело можете брать. Приятного, хорошего качества. Здесь еще один какой-то потайной карман. Господи, блин, да сколько здесь карманов. Подготовьтесь. Все нормально, все хорошо. Короче, ребята, здесь опять термометры. Вообще, это заказывает у меня через бесплатного посредника много лет. Один человек, который, по-моему, занимается производством колбасы. Но не знаю, честно, зачем ему столько разных постоянно термометров. Он как будто разные заказывает, тестирует, потому что они всегда разные. И он продолжает их заказывать. Постоянно заказывает. Может, у него расширяется производство. Может, там добавляется краковская, молочная, еще какая-нибудь колбаска. Короче, здесь идет термометр с такой, как сказать, подстанцией, да. То есть, его можно удобно поставить на нее. Вот так это все выглядит, да. То есть, ну это на самом деле удобно. Не будет валяться на кухне. То есть, поставить эту подставочку на нее раз. И все. Она, естественно, не заряжает ничего. Он просто на батарейках. Так, ну и в комплекте такой вот узогнутый щуп. Видимо, для того, чтобы он просто залез, собственно, в эту самую коробочку, да. Что он был не такой длинный. Вот так он выглядит. Ну и в этих двух коробках, по сути, такие же термометры абсолютно. Поэтому мы не будем прям распаковывать, смотреть. Блин, столько реально термометров. Но я себе взял Thermoworks. Ребят, Thermoworks прям из Америки заказал напрямую. Он у нас не продается. Он просто быстро, там, за 2-3 секунды меряет температуру. А взял я его для того, чтобы, если вы не видели, я вообще-то делаю обзоры доставок. Вот здесь в подсказках, посмотрите. Интересно узнать мнение моих подписчиков. Вдруг вам не выдавались эти видео. Обзоры доставочки еды. Пожалуйста. Стоп. По-моему, Thermoworks, кстати, ребят. А тот у меня Thermoworks, да, по-моему, называется. Слушайте, у нас был сегодня такой же термометр. Почему-то отдельной посылкой еще один пришел. Да, абсолютно такой же термометр у нас уже сегодня был. Вот так он выглядит. Все с ним окей. Так, и следующая упаковочка, честно, похожа, знаете, как мусорные пакеты, да, вот эти всякие. Продают. Здесь термометр тоже. Слушайте, прям вот вообще, смотрите. Странные, конечно, движения манипуляции происходят, но это как-то легко так открылось. Хорошо, что продавец запаковал, да. Ай-яй, вот это молодец. Вот как надо паковать термометр? Ребята, учитесь. Побольше скотча так, ммм, какие красивые. Но зато, наверное, с ними ничего не будет, если еще в этом все их замотать, во время доставки выдержит. Следующая посылка, ребята, это самые загадочные девайсы. Потому что у меня заказывают реально, ну, блин, раз в 2-3 месяца эти штуковины реально заказывают. Короче, примерно баксов 35 стоят эти штуковины. Я сейчас вам покажу, ребята. Ребята, я вам сейчас покажу. Короче, ребята, это собачки. Ну, не в смысле, как Чичи там и Персик, да, собачки. А собачки для машинок швейных. У кого, мать его, фабрика? У кого там сидят, не знаю, какие-то рабы, которые шьют, если эти собачки портят? Слушайте, надо глянуть, реально, это один и тот же человек заказывает или нет. Потому что раз в 2-3 месяца огромное количество вот этих собачек заказывают. Видимо, видимо, это выгодно по цене прямо солишке их напрямую таким пакованом заказать. Как тебе такое, Иван Маск? Ребят, следующая посылочка ко мне пришла. Вот в таком виде. Еще ее запхнули в почтовый, мать его, ящик. У меня такое ощущение, что мне просто подкинули улику какую-то. Вот серьезно, что это такое? Так, открываем. Ёжи твою мать. Ааа, что это такое? Это что это? Ааа, это волосы в носу, ребят, вырывать. Сейчас, короче, я вам покажу. Опа. А, неприятно, короче, работает. Нормальный такой пинцет. Может муравьев отлавливать. Ребят, кстати, хотите видосик про муравьев? Давно не было на канале. Ну, что-то вы их плохо смотрите. Думаю, нафиг мне их снимать, если вы их не смотрите. Но, блин, ребята, слушайте, у меня, конечно, фантазия сейчас бурная разыгралась. Что можно делать этим пинцетом? Короче, давайте небольшой розыгрыш, мини-розыгрыш. На 10 баксов. Напишите в комментариях, что можно делать этим пинцетом. Но напишите что-то прикольное, забавное. Я выберу самый забавный комментарий, да, и подарю, там, не знаю, 10 баксов, да, как мы, собственно, и договорились. Но, ребята, когда вы будете писать комментарии, не забудьте написать, как с вами связаться. Там, почта, ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм, как угодно, да. То есть, ну, мини-конкурс, да, что я просто хочу поугарать вместе с вами. Короче, вроде бы и последняя посылка, ребята, но нет. Еще у меня есть две вот эти посылки. Если вы хотите узнать, что внутри, это будет бонусный видосик в Инстаграм. Так что переходите в мой Инстаграм, ссылка на экране, ссылочка будет под видео. И там будет бонусное открытие этих двух посылок. Ну, а сейчас давайте посмотрим, что у нас здесь. Воу, 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 по 2 бакса. Или все вместе 2 бакса. Короче, это, ну, я опять же, ребят, примерять не буду. Вы можете так, визуально чисто посмотреть. Я приложу, у меня все-таки размер XL, а не L. Ну, вы поняли. Короче, типа спортивные вивчики. Ну что, ребятки, в принципе, на этом все. Рад был вас видеть сегодня. Спасибо, что посмотрели этот ролик. До новых встреч.